Всем привет, всем доброе утро, сейчас время 9.51, чтобы вы знали, в 10 мне нужно быть в салоне, на работе, я уже второй день опаздываю, но мне дойти буквально вниз спуститься, в соседний подъезд перейти, поэтому ничего страшного, все хорошо. Хорошо, уже второй день я пытаюсь начать снимать влог, но из-за того, что опаздываю, я никак не могу начать, поэтому у меня есть буквально 10 минут, я сейчас быстренько тут закрашиваюсь и пойду, главное мне начать снимать, чтобы потом опять не забыть. Вот, хочу рассказать вообще в принципе, что происходит, ну грубо говоря вчера, позавчера прям ночью, мы вернулись из Питера, отдельно я наверное буду записывать видео, в котором буду рассказывать, как мы съездили, что вообще там произошло, произошло там много чего интересного. У меня в инстаграме вы уже можете почитать пост, там вкратце я все описала, парочку фоток приложила, видео, возможно там будет, я пост написала, я его еще не выложила, но на момент, когда вы смотрите это видео, оно уже будет выложено, не знаю, смонтирую я туда маленький видосик или нет, вот, но надеюсь, что да. Вот, сегодня, опять же, как я сказала, в планах мы пойдем с вами на работу, не знаю, буду я там что-нибудь снимать или нет, вообще не знаю, будут ли у меня сегодня клиенты или нет, но если нет, то у меня много других планов есть, чем занять это время. Я купила себе онлайн-курсы, у меня в телеграме, я создала чат, также можете переходить, подписываться, там девчонки общаются, скидывают работы, я, ну, наблюдая за этим, пишу я туда редко, потому что редко вообще захожу в телеграм, но туда скидывали, скидывала девочка ссылку на дешевые онлайн-курсы, в которых выдают сертификаты, и я такая, блин, круто, я хочу себе какую-то бумажку вообще о том, что я делаю ногти. И до Питера я это узнала, и вот после Питера вчера скинула деньги на карту и купила себе два онлайн-курса, один по комбинированному маникюру, а второй по экспресс-наращиванию. Вот экспресс-наращивание мне действительно будет интересно посмотреть, то есть комбинированный маникюр я взяла, ну, я, конечно, посмотрю по это, послушаю, что там говорят, но в основном я взяла его чисто ради сертификата. Вот, а вот наращивание мне уже будет прям интересно послушать, посмотреть. Курсы одни стоили по комбинированному маникюру 200 рублей, а по экспресс-наращиванию, по-моему, 300. Вот, то есть там подключают тебя к твоему кабинету, где собраны вот эти все курсы, которые ты купил. Там еще есть много интересных. Я просто посчитала, что мне это не нужно, и я вот захотела именно эти два купить. Один ради сертификата, а другой мне действительно интересно послушать про наращивание. Потому что на наращивание я планирую как-нибудь потом пойти прям на такие хорошие курсы, чтобы научиться, наконец, нормально наращивать другим ногти. Еще сегодня нужно будет съездить на почту, отправить письмо, она у меня там лежит, с претензией от Сапсана, потому что наш поезд задержали на 2 часа. Вот, опять же, в видео потом отдельно все расскажу. В общем, нужно будет просто отправить письмо с претензией, возможно, нам вернут какие-то деньги. Это такой приятный бонус. Еще мне вчера пришла посылка с гель-лаками от Monami. Вот, когда я ее заказывала, я думала, что после темных ногтей я захочу что-то нежное. И заказала в основном себе нежные такие цвета, там очень крутая у них новая коллекция, которая светится в темноте. Гель-лаки, которые у меня здесь светятся, я люблю такие. Но я выбрала себе бирюзовый и нежно-розовый оттенок, думая, что как-нибудь что-нибудь с ними придумаю. А сейчас понимаю, что нет, я не хочу нежные ногти, я хочу еще темных. Ну, буду что-нибудь думать. Примерно дизайн я уже посмотрела. Наверное, не буду ничего рисовать такого суперского. Вот, поэтому быстренько, наверное, сделаю этот дизайн. Градиент там будет. И беленькие полосочки. Теперь мне нужно выделить время, чтобы переделать себе ногти. Возможно, я начну их переделывать в салоне, то есть я могу без проблем там сесть, если нет клиентов, и, например, начать снимать покрытие. Тут уже для меня стоит больше вопрос, как я сниму это на видео для вас. Вот. А я сейчас докрашиваюсь и идем с вами в салон. Вроде бы примерно все рассказала. А нет, еще забыла сказать, что я заказала в Красотке Про себе типсы. И наклейки на типсы, чтобы их подписывать. Завтра должна прийти эта посылка. И завтра я ее заберу вместе с вами. Мы сходим, ее заберем. Опять же, если у меня будет время. Наверное, мы с вами будем делать это опять ночью, вечером. Потому что работаю я до шести. Если у меня потом клиенты еще не приходят, меня отпускают в шесть. Вот. И поедем, наверное, на самокатах. Тут на автобусе ехать минут пять. Пешком идти минут двадцать пять, наверное. А на самокатах очень быстро доехать. Очень удобно. Поэтому последнее время, пока теплышко на улице, мы прямо на самокатах передвигаемся. Вот. Все. Я сейчас все доделываю. И идем с вами в салон. На столе у меня опять жуткий беспорядок. Здесь до сих пор стоит посылочка с гей-лаками. Нужно будет снять какой-нибудь с ними видосик, чтобы выложить. Здесь какие-то покупочки из Питера. Вот. Крутый планер себе там купила. Потом вам все покажу. Расскажу обязательно. А сейчас идем в салон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держу вас в курсе. Иду сейчас домой пообедать. Вот. На часочек. Сейчас была в 54-м салоне. В другом салоне. Я уже говорила, по-моему, как-то, что у нас две точки салона. Одного они рядышком тут находятся. Ездила туда, чтобы сделать педикюр. Сделала. Вернулась в этот салон, в котором была изначально. И сейчас пойду кушать. Я покушала. Теперь у меня есть немножко времени, чтобы начать снимать вам видео про гей-лаки Монами, которые мне пришли. Вот такая вот была коробочка маленькая. И в ней было очень много всего. Здесь пять цветников. Также это камуфлирующая база розового цвета. Мне очень она понравилась в консистенции. И топ с блестками. Прям там суперские блестки разного размера. Потом вам покажу. Вот такой вот гей-лак в баночке. Там фиолетово-серебряные блестки. И пять цветников. Здесь два из них. Вот эти вот. Это новая коллекция, которая светится в темноте. 0,6-0,2 оттенок. 0,2 бирюзовый. 0,6 такой нежно-розовый. Потом вот этот вот цветничок. 479. Это желтый. Кто помнит, у меня был желтый цвет. Это был какой-то... Это была подделка на блюзгай с Алика. И очень многие в комментариях, в ТикТоке особенно, спрашивали, что за оттенок желтого. А я... Ну, как бы то, что я вам дам его номер с Алика, он ничего не даст. Вы ни посылки никак его не найдете. А вот это ровно точно такой же желтенький, классненький от Monomi. Выкрашу, вам его покажу. И два цветничка из серии Luxe. Один, вот этот вот восьмой, это, по-моему, такой неоново-синий. И вот это, ну, угадайте, какой это может быть цвет. Молочный, беленький. Не база, а просто такой молочный цвет. Я их выкрасила на вот такие вот типсы молочные. И мне не очень нравится, как смотрятся. Сейчас цвета вам покажу. Но завтра мне должна прийти посылка с Рассотки Про, где будут прозрачные типсы. И, ну, вот, например, вот молочный оттенок. Здесь он выглядит как белый, и по нему непонятно, что он молочный. А если бы он был на прозрачной типсе, то смотрелся бы лучше, и можно было понять, насколько вообще, в принципе, все эти цвета плотные. И, как я сказала, это у нас белый Luxe 5, вроде бы. Да, беленький, это Luxe 5. Вот этот вот, да, беленький, это Luxe 5. Вот этот вот, как бы, типа неоново-синий. Luxe 8. Вот такой вот. Вот тот самый обалденный желтый. И, напоминаю, 479-й оттеночек. Блестки. Вот эти вот, Crash Purple. Оттенка тут, ну, не написано. Вот. Вот тут вот нанесена камуфлирующая база розовая. И сверху все вот эти вот блесточки, это все топ. Вот этот вот Super Shine. Топ. Я сказала, очень крутые блестки, они разноразмерные, шестигранички там в основном. Очень круто смотрится. И вот эти вот два оттеночка, которые светятся в темноте, из новой коллекции. 0,6-й это розовый и 0,2-й бирюзовый. Сейчас я вам покажу, под лампой их заряжу. Они очень, кстати, быстро заряжаются под ногтевой лампой, но она у меня сейчас убрана. Поэтому вот так немножко под светом подержу. И куда-нибудь с вами сейчас в темное место пойдем. Вот. Смотрите, насколько они просто безумно светятся. Тот, что справа, это розовый. Тот, что слева, это бирюзовый. На камере не так сильно передается, но вот вживую я смотрю, и тот, что справа, вот он прям с желтым таким неоновым светится. Тот, что левее, ну такой зеленый, как и на камере, в принципе. А еще хочу показать вам немножечко, так сказать, покупочек из Питера. Даже без магнитика, для меня казалось крутым. Это в подарок. Вот, с Казанским собором. Вот такую вот коробочку взяла. В ней были конфетки. Вот такие вот. Это из буквоета, по-моему. Мне нужна была такая коробочка, которая так открывается. Мыло для бровей. Делать, переливать его в такие коробочки. Вот у меня тут стоит мое неудачное мыло. Я его в микроволновке растоплю и перелью вот в эту баночку, и оно будет так вот удобно храниться, прям как покупное. Вот такая вот открыточка тоже в подарок на пробковую доску сестре повесить. Также ей еще в подарок наклеечки с Питером. Тоже из буквоета, вроде бы. Мне показалось прикольно. Я бы себе такие даже взяла, но почему-то думаю, зачем мне нужны. Я в последнее время во все свои ежедневники наклейки не клею. И из Лилка, по-моему. Это, я думаю, в Питере, типа как Зак у нас. Хотя в Питере я тоже была в Заке. Вот такая вот сетраточка в клетку. Тоже ей подарок. Она 50 рублей со скидкой стоила. Блин, не взять. Как такую можно не взять? Себе я в Лилка тоже за 50 рублей в линеечку. Взяла вот такую вот с зайками. И вот такой вот, это типа планер. Он там тоже был со скидкой, но он со скидкой стоил 250 рублей. Внутри он выглядит вот этим вот образом. То есть здесь несколько разворотов на месяц. Не пронумерованные. Вот. И дальше идут такие вот типа для пометок странички. Я подумала, что для ногтей мне будет удобно. Но за 250 рублей мне его было жалко брать. И у них там, короче, был отдел с уцененными товарами. Из-за того, что у нее был как бы нетоварный вид. Вот тут вот небольшой вот уголочек был помят. Также вот тут были помяты странички, но их я выпрямила. И она стоила также 50 рублей с уценкой. Вот за 50 рублей мне такую взять не жалко. Попробую повести такой формат, пока не куплю себе новый в точечку ежедневно. Ежедневно в точку мы с вами поедем вместе покупать. Это будет отдельное видео по типу Back to School. Думаю, там я еще раз все это покажу. Вот такие вот две открыточки. Я очень хотела их сфоткать в Питере, но дня три я их таскала с собой. И каждый раз забывала. Поэтому привезла их себе сюда. Очень красивые. Дальше в Заке взяла вот такую вот тетрадку. В институт. Обычно такую большую в клетку я беру под математику. Она стоила 135 рублей. Толстенькая такая, очень приятная достаточно клетка. Не ярко выраженная. Но я очень хочу под математику использовать вот эту тетрадку. Все просто. Она стоила 60 рублей. Вот. Я потому что люблю математику. Для меня в математике нет особо ничего сложного. И по приколу я хочу взять такую тетрадку. Ну и вот это вот взяла только из-за коржика. Очень люблю этих собачек. Тоже под что-нибудь буду использовать. Также она 60 рублей стоила. Очень красиво. В Питере мы ходили по секундам. И вот когда искали очередной секунд, наткнулись на магазин с комиксами. Очень классный пакетик. Я решила взять там подруге в подарок. Потом, кстати, увидела, что положили в подарок вот такие вот открыточки. Вот прям они, открыточки. Очень классные. И комикс взяла с Рикой Морти. Она любит. Я не смотрела, не знаю. Там посоветовали взять этот. Сказали, что в любом случае понравится. Потом из Вес Рэпа вот такие наклеечки. Тоже с коржиком. С Бимой. Они там, был последний стикер-пак. И он стоил дешевле всех. Я думаю, ну это судьба. Их нужно убрать. Она прям такая классная. И в Мамку Пи тоже заходили. Тоже стикеры там. Очень классный конвертик. Это во-первых. Вот такая вот маленькая наклеечка с коняшами. Не могла ее не взять. И опять же со скидкой. Все стикер-паки стоили по 300 рублей. Это со скидкой за 118, по-моему. Это свинюшки. Типа это уже не актуально, но поросям мне всегда нравятся. Они прям такие классные тут. Вот. Так что стикеров у меня теперь полно. И на память из каждого магазинчика, по-моему, очень круто. И еще притащила из Питера монетку из метро. Я не могла не взять ее себе. Вот. Один раз мы, по-моему, ездили на метро. В основном на автобусах и пешком ходили. Но куда-то вот нам нужно было на метро. Мы зашли. Там можно было оплатить карты с телефона. Все просто. Но нет. Мы стояли и считали мелочь, чтобы купить жетон. Одни сначала, по которым мы прошли. И считали мелочь, чтобы купить жетон уже, чтобы оставить его себе. Но правда очень классно. Вот. Время уже 4.46. Я сейчас опять пойду в салон. Буду там где-то до 6. Если не будет клиентов, то, в принципе, после 6 я свободна. И мне нужно будет съездить на почту, чтобы отправить это письмо с Апсана. Я закончила чуть-чуть позже, чем планировала. Сейчас где-то 7.10. На почту я уже не успеваю, потому что, во-первых, прошелся дождик. Вот. И, возможно, он пройдется еще раз. И, в принципе, по времени. В 8 закрывается почта, учитывая то, что там сейчас вечером будет очередь. Я не успею, поэтому завтра мы с вами сходим на почту. Заберем заказ красотки про. Очень надеюсь, что завтра все получится. И, как видите, я одет прямо в самый раз, чтобы вот по лужам там топать. Я уже дома, и сейчас хочу вместе с вами из этого кусочка мыла сделать себе мыло для бровей. Как раз вот в эту коробочку перейти до мыла. Вот у меня есть такая баночка. Она, по-моему, из-под печати. Вот. Я сюда переплавила, вылила, все, оно застыло. Я им пользуюсь. Но из-за того, что оно розовое, на бровях оно тоже иногда розовеньким кажется. А вот тут вот более прозрачная основа. Я вот эту вот грязюку трогать не буду. А вот верхний слой сейчас мы с вами срежем его и перельем в эту баночку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у меня крутая водичка. Она с виду как пачка молока, но это обычная вода. Вот. Родниковая. Никита ездил на какую-то штуку и притащил вот оттуда там бесплатно. Раздавали. Вот вода теперь есть. Не знаю, что с ней делать. Пить жалко. Вот. Оставлять просто так тоже не делал. Но, конечно, оформление крутое. Вот, кстати, то мыло, из которого я делала свое прошлое мыло для бровей. Оно розовенькое. Вот оно даже на салфетке красится. А то, что сейчас, оно немного... Оно хотя бы более бровного оттенка, такого рыженького. Вот так вот мылка наша готова. Она получилась такого рыжего-коричневого цвета. По-моему, прикольная. Коробочка, по крайней мере, удобная. Вот. Закрывается все. Красивое. Из Питера. Правда, небольшой есть минус. Оно выпадает вот так из формы. Но это, в принципе, ничего страшного. Во, я его, короче, перевернула и туда запихала. И оно теперь там плотненько лежит за счет того, что баночка идет на расширение. И я этой широкой частью туда вниз запихнула. Вот. А тут теперь хотя бы равномерно такой красивый слой. Вот такая вот у меня пшикалочка из дорожного набора. Пшикаю на мыло. И щеточкой набираю мыло и укладываю брови. Вот. Очень мне нравится в последнее время. Итак, по-моему, я говорила, что мне пришли вот эти вот гель-лаки. Но я не знаю, какой с ними сделать дизайн. Из-за этого я не могу начать переделывать ноготочки. В принципе, сегодня у меня было время с 8 часов. Правда, уже 9.20. Если я начну их переделывать сейчас, то я лягу поздно. Опять завтра буду опаздывать на работу. Вот. И не знаю, что делать, потому что я придумала дизайн. И я очень хочу его сделать. Там как раз есть все цвета, которые мне... Ну, большая часть цветов из тех, что мне пришли. Две руки будут разного цвета. Я очень хочу вот эти вот два цветничка, которые в темноте светятся, использовать. Поэтому одна ручка у меня будет голубенькая, а другая розовенькая. Не буду пока говорить, что у меня в голове, что я хочу нарисовать. Но это очень просто должно быть. Вот. Не знаю теперь, когда буду рисовать. Есть вариант сейчас начать переделывать ногти. Но, как я уже сказала, сегодня я их не доделаю. Завтра на вечер у меня много планов. Мне нужно будет забрать заказ красотки про, сходить на почту. Ищу у меня ногти завтра вечером. Нужно будет сделать. Не мне. Может быть, я начну снимать покрытие в салоне. Если не будет клиентов, буду сидеть без дела, начну потихоньку спиливать эти ноготочки. Вот. Там камеру, в принципе, установить как-нибудь можно будет. Чтобы показать процесс снятия, хватит. Вот. Поэтому, наверное, завтра в салоне я буду их переделать. Монтирую видео, которое вы сейчас смотрите. И это какой-то пипец. Оно уже на 24 минуты. Это много. Как оно у меня будет на YouTube выгружаться? Я не знаю. И это мы с вами еще не сходили на почту. Не забрали заказ красотки про. И я даже ногти не начала еще переделывать. Сейчас, пока я сидела, вот тут мизинец отгрызла. Так что завтра уже точно начну в салоне их снимать. Наверное, если бы в видео я так часто не повторяла, что мы с вами пойдем на почту и соберем завтра заказ красотки про, я бы чикнула это видео, обрезала бы его и просто выставила как влог с одного моего дня рабочего. Но я слишком много раз повторила свои планы на завтра, что мы сделаем это с вами вместе. Поэтому разделять на два влога не буду. Заберем с вами завтра заказ. Сходим на почту. Вот. А сейчас время 11. Я буду собираться спать. Спокойной ночи. Мы с вами встретимся завтра. Никита мою посылку забрал. Я еще закончила работу. У меня была клиентка на пикатюре. Вот, может, вам ставлю работу. Сейчас едем на почту, чтобы отправлять претензию к шапсану. Вот. Как приеду домой, покажу вам, что было в посылке. Короче, на почту мы опять не успели. Время 7.37. Там была огромная очередь. Мы поняли, что мы не успеем. Почта закрывается ровно в 8. Больше они никого не принимают. Поэтому опять это все откладывается. Итак, время почти 12. Я пришла, делала сейчас ногти. Дому я делала только каким-то там близким родственникам и знакомым. И вот тут вот мой заказ красотки про. Сейчас вам покажу его. На 1600 рублей у меня все вышло. Самое, ради чего я стала это все заказывать, это вот эти вот наклейки на типсы. Вот такие, чтобы их подписывать. Хочу как-нибудь симпатично все свои типсы организовать. Вот. Я делала такие наклейки сама. Но из-за того, что они приклеены на скотч. Ну, в общем, это неудобно. Поэтому буду переделывать их на такие. И заказала очень много типс. Вот эти вот оказались коротенькими. То есть вот по сравнению с этими, какие они. И это 32 штуки прозрачные. Они, получается, по 95 рублей были. Дальше вот такие у них же нормальные молочные типсы. 50 штук. Они 120 стоили. И такие же есть еще прозрачные. Вот. Они тоже стоили 120 рублей. Потому что вот эти вот я заказывала от Росси. Они мне понравились. Они тоже были 50 штук. Где-то около 120 рублей. И вот эти вот типсы, на которых я рисую для рамочки. Вот эти вот. Я тоже любила от Росси. Но их сняли с продажи в Крисотке Пром. Что вот эти типсы, что такие типсы. Хорошо, что мне этих на рамку хватает. Я уже подсчитала. А вот эти вот еще пока себе замена. Вот. Маленькие буду пробовать. И вот эти вот. И самое тут, наверное, дорогое было. Это вот такая вот основа. Металлическая для пилочки. От Сталикс. 20. И вот такой вот пончик с сменными насадками. Сейчас вам скажу. Пилочка 350 рублей стоила. А вот этот вот моток стоил 500 рублей. Капец. Но я подумала, что мне это будет намного выгоднее, чем постоянно покупать вот такие вот пилочки. Потому что если я делаю себе полноценное наращивание, то вот эта вот пилка уходит на одну руку. Все, больше она ничего не пилит. А это я смогу себе отматывать столько, сколько мне надо. Эта пилочка у меня останется явно надолго. А покупать только вот эти вот сменные насадки нужно будет. Попробую. Скажу вам, как все в работе. Наверное, в каком-нибудь другом видео мы с вами будем оформлять мои типсы. Я думаю, я постараюсь набрать достаточно материала, чтобы сделать полноценное одно длинное видео. Вот. Расскажу про наклеечки. А сейчас ногти мои. Не знаю, что с ним сделать. Эта рука еще с базой, с укреплением. Нужно ее покрыть цветом и дизайном. Но, наверное, не сегодня я очень устала. Мне нужно будет разобрать вот этот вот пакет. Я уже сказала, что на почту мы так и не сходили. Мы туда пришли в 7.37. В 7.37 мы туда пришли. В 8 закрывается почта. И как бы после 8 они не принимают вообще. То есть даже если ты стоишь в следующей очереди, и ты отстоял эту очередь минут 30, они тебя все равно не примут. Поэтому мы поняли, что очередь была большая. Мы поняли, что нет смысла стоять. Мы только больше разочаруемся, что мы просто им эту очередь, а в последний момент нас не примут. Ну, еще потом получилось так, что свое письмо Никита положил. То есть он встретил меня у салона с этим пакетом с красотки Pro. Нам надо было зайти ко мне домой, чтобы взять мое письмо. И свое он положил в этот пакет. А я пришла, оставила этот пакет на лавочке. Думаю, зачем мне с собой заказы с красотки Pro тащить. Вот, взяла свое письмо. Мы пошли на почту, поняли, что мы не уставили. Распеваем, зашли в KFC покушали. Я прихожу домой и понимаю, что это письмо все это время было у меня дома. То есть даже если бы мы отстояли эту очередь, мы бы все равно не отправили это письмо. Поэтому вот так вот все достаточно хорошо, наверное, сложилось. Завтра постараемся его отправить. Хотя завтра у меня тоже не факт, что будет время. У меня вроде бы клиент на 3. Я не помню, он завтра или послезавтра. Нужно проверить. В среду или в четверг. В любом случае, завтра я работаю до 6. Ну, а этот влог получается уже слишком длинным. Посмотрим, понравится вам, нет? Такие длинные влоги. Я завтра буду переделывать себе ногти. Отдельно будет про это видео. Не переживайте. Подробно расскажу про укрепление акриловой пудрой. Очень многие спрашивали. А на этом все. Спасибо большое за просмотр. И до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok